Всем-всем привет! Я на даче. Посмотрите, какой прекрасный день сегодня. Тучки немножко так иногда скрывают нас от солнышка. Сегодня будет очень солнечный день. Ну, так сказали по Москва-24. Посмотрите, как красиво. Подсолнух как вырос. Ну, это не подсолнух, это вот, я так поняла, цветок. Потому что у подсолнуха площадь, вот там вот он слева есть, вот слева, вот, у него площадь для семечек побольше, а это просто такой вот цветочек красивый. Потом подойду к нему поближе. Так, ну что здесь? А здесь аспирин по второму разу зацвел уже. Вот, это вот новые у него были веточки. Вот они, вот. Он очень долго цветет, очень. Привет, Сережа, привет! Я все охрипшая. Ну, поела арбуза холодного. Вот, пришла с улицы, поела холодного арбуза и вот так до сих пор хреплю. Очень долго хреплю. Прям не знаю, почему это арбуз, прям хуже, чем... Вот, а я вот, видишь, как охрипла и все. Вот, так, здесь. Сереж, клубнику Галя с Володей не будет брать? Потому что мы больше ее не будем заниматься клубникой. Спроси, сколько он всегда мне клубника будет? Будешь давать клубнику? Да идите, копайте. Я уже сколько раз говорила, мы будем ее перекапывать. Смысла нет с клубникой вообще возиться. Так, ладно, здесь нужно тоже обрезать. Хорошо, если катар с собой взяла. Обработать я уже не смогу, потому что поздно уже. Так, это миябушка тоже отцвела. Ее нужно было бы обрезать, но, как говорится, что есть, то есть. Не знаю, она вот сама вот там пытается что-то выдать. Естественно, каждая роза будет пытаться сама, сама новые веточки выпускать. Так, что еще там такого прям изменилось за эту неделю? Так, девчонки, помните, как его зовут вот этот цветок? Я не помню. Ну, и, конечно, смысла нет запоминать. Вот моя любимейшая, моя любимейшая эхиноцея. Так, я сейчас у Ларисы была на рынке. Это апрелевка на рынке у Ларисы. Купила эхиноцею. Так, где она? Рыжая, прям такая рыжая. Но я ее купила туда. Ну, потом захочу вот и сюда тоже ее разделю, так сказать, когда разрастется. Посмотрите, сколько она собирает пчел. С ума сойти. Очень много. Так, ну и то, что я говорила, пожалуйста. Буйство вот этой сумасшедшей хризантемы. Я бы, конечно, назвала этот сорт сумасшедшей. Реально сумасшедшей. Потому что разрастается с каждым годом больше и больше и больше. Боже мой! Спирейку покормила. Посмотрите, за неделю, как она просто покормила под корень, сыпала. И просто ее пролила. Один раз пролила. Представляете, она сидела целую неделю после стрижки. Даже не двигалась. Вот, я ее, пожалуйста, пролила и покормила. Так что вот так. Вот так. Ну, вот эту вот нужно бы дирать, я не знаю. Или после того, как отсветет она, ромашка эта. Так, ну и то. Я думала, там розовая хризантема. А она там тоже желтая. Тиу! Ну, я так не играю. Так, у меня дома пропали вот эти вот колокольчики. Нужно будет отсюда забрать. Так, ладно. Вот это не цветок. Угу. Так, вот это вот салат вырос. Просто насеялся сам. И сам вырос. Посмотрите, как он цветет. Так, Рудбеки. Ох, какие прям тоже летают пчелки красивые. Труженицы. Вот нужно будет, девчонки, кто говорил, Рудбеки у меня не растет. Вот она у меня пропала. Она не пропадает. Она двухлетняя. Вот. После того, как она отсветет, вот. Берите прям вот эти вот помпончики и ложите вот сюда, на это место, где она у вас росла. Ну, где вы, предположительно, куст вам не мешает. Вот. Потому что куст очень большой, очень сильный. Ну, естественно, очень видный и очень красивый. Точно так же, как вот эта вот моя хризантема. Тоже сколько она места занимает. Вообще с ума сойти. Так, здесь тоже нужно обрезать. Ну, я сейчас пройдусь. Сделаю такой для себя обзор. Так сказать. Так, новое. Что там у меня новое? Ой, забыла. Как вот это называется, который желтенький и вьется? Традисканция, нет? А, вот. Вот. Я говорила. Сейчас подойду и покажу. Это не подсолнух. Это именно такой цветок. Но для того, чтобы он был низенький и красивый, я думаю, что его нужно обрабатывать атлетом. Есть такая вещь атлет. А вот это, вот этот слева, вот этот уже подсолнух. Вот подсолнух. Вот он. Вот он. Вот прям пальчиком тыкаю у него. Вот этот тоже не подсолнух. Вот этот в углу. Так что вот так вот. И вот так вот Рудбекия тоже очень успешно там сидит. Кустище большой. Выгнала прям высокий-высокий. Почему-то они здесь прям желтые-желтые. Так, ладно. Смотрите, как разрослись георгины. Георгины всегда путаю с пионами. Не знаю почему. У меня так вытянулись около пятиэтажки. Тихий ужас. Так, ладно. Посмотрим, что там из новеньких. Кто что вытворил. Кто что поймал. Куда ходил, чего поймал. Хайдеклум. Хайдеклум. Смотрю, у нас Марафаминский продают. Вы знаете, плясать около нее нужно. Вот. Вот тоже, пожалуйста. Вот. Зараза. Зараза заразная. Так что вот так вот. Так, Горья. Это я ведро там оставила. Замечательно. Вот так вот. Как мента. Какая она прям эта мента. Почему на ней так гоняются? Посмотрите. Да ну нафиг. Это я купила из-за того, что я хотела сделать такой уголок из этих вот, как я их называю, грязными. А ну нафиг оно надо. Это зря вот я не хотела их покупать. Нет, не зря не хотела. Так что вот так вот. Вот. И то. Извините. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Мы еще колемся, Фредерик Мистраль. Ну, нормально. Кафе Лоте нормально. Коралл Жюле нормально. А это что это высая стоит? Авалан Шпич. Да ну нафиг. Вот. И что за ними прямо вот так вот гоняются? Да ну. Ну вот. У меня, наверное, такое, знаете, предчувствие было. Так. Положу. Вот я узнала, что они заражают. Положу их сейчас в ведро. Что это такое? Ну, я думаю, что вы все узнали, что это золотарник. Так называемый. Не знаю, как правильно его называть. Вот. Вырвало. Сколько много? Вырываю каждый год. Вот. Почему каждый год? Почему никак не избавиться? Вот здесь он с этим кустом растет. Вот с этими, не знаю, короче, как они называются. Красивый куст, красивые цветочки, очаровательные. Так не размножаются, как золотарник. Посмотрите. Вот так вот. И если там где-то у вас остался вот такой кусочек, маленький-маленький он выживет. Вот, смотрите. Сейчас, видите? Все, оборвалось. Он там остался. Поэтому каждый год я его рву, и рву, и рву, и рву. И никак его не вырвать. Вот, смотрите. Вот, еще плюс он размножается. Вот эти вот семена его разлетаются. Ну, я не знаю, правда это или не правда, а ветром разносится. Вот. Поэтому еще говорят, он вне закона у нас. Вот. Не знаю, почему так. Почему так получилось. Он сейчас ехала на электричке. Он повсюду. Он повсюду. Он везде. Все желтенькое. Все заполоняет. И вот эту заразу, да, тоже кто-то ее любит. Размножается. Не знаю. Катастрофически. Так, так что вот так вот пошла Люда работать. Беру секатор еще ко всему тому. Так, секатор или ножницы. Возьму ножницы. Потому что у меня ножницы, которые я купила в Леруа Марлян. Девочки, скажите, реклама скрытая. Да-да-да, рекламирую. Не скрытая, а открыто рекламирую. Обалденные ножницы. Просто обалденные. Пойду туда, а потом возьмусь здесь буду. Возможно, буду кормить. Я имею в виду под корень рассыпать. А уж там будут дожди, тогда, как говорится, все намоют под корень. Так, здесь это что такое? Я не знаю. Пустоцвет. Здесь пустоцвет должны были быть дыньки. Потому что я видела маленькие желтенькие. Так, там кабачки. Там кабачки посажены. Там у нас два куста голубейки. Ё-моё. Мои бедные фризантемочки. Я их выдрала. Так, еще не зацвела розовая. Вот, из клубники. Потому что клубнику мы будем выкапывать. Ну, клубника в Подмосковье. Это... Да здесь фантастич. Понимаете? Клубника в Подмосковье. Вот, это вам не Крым. Это вам не... Это вам не этом. Это вам не там. О, кукурузка зацветает. Интересно, а кукурузка вот этой пыльцой не нассорит здесь? Нет? Я думаю, что нет. Так, золотые шары. Какие шикарные. Еще спереди дома. Это бабушка посадила здесь. Ну, пусть растут. А, вот этот тоже кустик. Вот. Красивый кустик. Ну, вот эта зараза. Вот эта вот. Я уже путаюсь. Как говорится, путаетесь, гражданка, с показаниями. Вот. Точно так же я забываю, что это за... За такая трава, которая размножается. Тихий ужас как. Так, ну что здесь. О, здесь тоже уже отсвели. Посмотрите. Они уже, я не знаю, это средний какой-то, как говорят, волны, да? Вот эта средняя волна была. Она с первого раза еще осталась, так сказать, эта волна. Так. Финоцейка у меня здесь полегла. Нужно бы было подвязать, ну. Ну, как говорится. О, какой кустище вырос. Ё-моё. Я не знаю, его за что любят. Вот этот вот цветок. Вот за то, что такие огромные. У него листва такая огромная, что ли. И посмотрите, какой ствол. Какой огромнейший. Ну, растет. Пусть растет. Так, вот мои табаки. Вау! Так, вот это вот. Вот это и есть тот самый страшный. Вот это вот тихий ужас, который тоже разлетается, тоже размножается. Так, вот я хризантемку сюда подсадила. Но здесь как бы высота такая, возвышенность. И я не думаю, что ей здесь будет плохо, но здесь она временна. Так, вот он. Тю-рюм-тюм-тюм. Красивые такие табаки. Говорят, они вечером пахнут. Так, ну здесь что? Здесь тоже тихий ужас. Так, это мы начеренковали зачем-то розы. И я тоже там вот понасадила. Не помню уже какие. Да и не может. Это не так важно. Так, здесь убрали весь этот репей. И не репей, как он называется. Просто я попросила, коль вы не будете больше заниматься клубникой, уберите все репехи. Это ужасно. Здесь нужно земли досыпать еще целый-целый самоспал. Я так думаю. Так, вот здесь у нас была клубника ремонтантная. Вот здесь. Вот. То есть к осени она должна вылететь. Вылезти. Ну-ка. Нет. Вон внутри. Бьется все. Короче, нужно искать, где-то она была, которая не дает усы. А, вот, смотрите. Вот она. Нет? Ну-ка. Нет. С этими. Тоже с усами. Была безусловно. А где теперь ее найти? А никак. Так, ладно. Ангела. Или Анжела. Или Ангела. Отцветает. Так, это тоже отцвела. Неизвестная розочка. Так. Клодбрасер. Надо резать его тоже. Вон внизу. Самая-самая нижняя. Так. Тоже надо обрезать все. Чеппендейл. Фоминтант. Ну, готовится к следующему году. Да. К следующему году к цветению. Так. Потому что, ну, снимать здесь нечего. Показывать здесь нечего. Поэтому только вот трава везде. Вот какой красавчик. Клодбрасер. Ага. Не нажмешь. Перчаткой не нажимается. Нужно только пальчиком. Или другие перчатки брать. Так. Сейчас буду, значит, под корень кидать что-нибудь. Буду-буду. Так. Борофоска. Борфосфор калий. Обалденная вещь. Так. Калибагнезия, скажете, рано еще. Рано-рано. Я не знаю, смогу я это сделать попозже или не смогу. Сульфат калия. То есть тут калий, тут калий. Много калия. Зато здесь есть сера. Вот. Можно это все сделать. Конечно, обработать по листу. И все. И этого достаточно. Потому что суперфосфат двойной. Это под перекопку. Чтобы на следующий год была хорошая земля. Сажать что-нибудь. Я не знаю. Чеснок, морковку, редиску. Еще что-нибудь. Вот. Что здесь такого, скажете, химического. Никакой тут химии нет. Химозы здесь особо нет. Это все камни. Как объясняет Виктория Карелина. Это все камни. Суперфосфат двойной. Вот такой тоже. Так. Это осталось. Просто высыплю. Барафосочка. Вот. Так что. Сколько смогу, столько работаю. И как смогу, так и работаю. Потому что не всегда все удается. Понимаете? Сделать тогда, когда нам это обязательно нужно. Когда нам это делать нужно, у нас обязательно появятся какие-нибудь срочные, важные дела. Потом, извините, мне уже не 25. Даже не 45. Поэтому, когда есть время, когда есть возможность, я это делаю. Вот. И я не думаю, что я их прям сильно-сильно перекормлю. Но перекормлю. И что? И ничего в этом нет такого страшного. Нет ничего такого опасного. Так что вот так вот, Люда, работает. Жарко сегодня невероятно. До 28-29 градусов Подмосковья. И посмотрите, тучки куда-то все попрятались, подевались. Очень плохо, что без тучек. Двойной суперфосфат выбросила. Вот здесь у меня тюльпаны. Вот. Видите? Вот здесь у меня тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны. Вот. Сейчас вот так вот, чтобы не глубоко ковырять. Вот. Вот так вот этой грабелькой. Сделаю и все. И я думаю, что этого достаточно весной. Ранее ранее. Ну, не знаю. Опять же. Суперфосфат. Значит, там одни фосфаты, да? Если двойной суперфосфат. Вот. Значит, здесь одни суперфосфаты. Как Ликуля нам советует. Это осенью. Эти двойные суперфосфаты под перекопку. И тогда земелька у вас будет. Смотрите, это сны лезет. Скотина. Откуда лезет? Как же я с ней борюсь. А, сил моих нет. Так что, вот. Здесь у меня заканчиваются. А? Здесь у меня заканчиваются тюльпаши. И здесь, и не здесь. Потому что вот еще. Вот. Я ставлю меточки для того, чтобы не перекопать. Самой. Не забыть. Вот. Потому что кроме меня здесь никто ничего не копает. Так что вот так вот. Так, снычку сейчас постараюсь выдрать. Вау. Девочки, у кого есть Клод Брасер? Мне писали? У вас не Клод Брасер. Мне писали. Это у вас не Клод Брасер. Смотрите. У него нет ни одного шипа. Вот. Вот. Рукой прям вот. Смотрите. Вот куст. Вот мы и узнаем вместе с вами. Клод Брасер у меня или нет? Реально он пахнет невероятно. Сильный. Вот. Смотрите. А, нет. Есть тут колючечки. Знаете где? Вот здесь вот. Ну, такие мелкие-мелкие. На листве. Вот. А здесь ни одной колючки. Посмотрите. Я... Ох. Нет. Вон в самом низу увидела колючку. Ну, должна быть у него хотя бы одна колючечка. Девчонки, скажите, пожалуйста. У кого есть Клод Брасер? Вот. Отцветает все. Я сейчас его полностью буду обрезать. Вот. Колючий он у вас или нет? Так. Все. Жара невероятная сегодня. Я прям вся... В пату, как говорится. Вот. Стала я обрезать кусты смородины черной. Вот. И вспомнила, как смотрела ролик. Ну, как обрезать черную смородину. Красную там. Я не знаю. Надо две академии закончить, чтобы обрезать красную смородину. Вот там вот она очень была увесистая, красивая в этом году. Урожай был или нет, я даже не помню, потому что я его не собирала. Черную тоже не собирала. Мне реально некогда этим заниматься. И вот пришла я к кусту. Я вспомнила, что она уже закладывает смородина почки на следующий год. Вот она, почечка эта. Но она такая пузатая. Там в этой почке может быть уже паутинный клещ. Отложив свои яйца. Вот, да. Вот. Вспомнила такую ерунду. И смотрите. Смотрю, этих почек вообще нет. Ну, вот думаю, ну что за ерунда? На других кустах есть? На этом нет. И вспомнила. Смотрим. Смотрим. Смотрите. Видите? Черная такая... Туннель. Черный туннель. Этот туннель я вспомнила. Это стекляница. Правильно я говорю или нет, девчонки? Подскажите, поддержите. Но то, что вот этого туннеля там черного не должно быть, это я точно помню. Вот, смотрите, какой туннель. Видно? Видно. Страшный черный. То есть она не получает ни питания в полной мере, ничего. Так что вот этот куст вообще, возможно, нужно удалять. Я не знаю. Оставлять, удалять мне как-то, знаете. Вот, мне нужно будет смородину. У меня муж пойдет и копит. Кстати, видела на рынке, спросила у женщины, сколько ваша смородина стоит. Она сказала, 1800, 5 килограмм что ли. Я так глазами лоб-лоб на нее. Думаю, почему же килограмм-то? Но то, что 1800, она сказала, это 100%. Короче, вот так вот. Вот, пообрезала я все, далее не балуй. Вот, смотрите. И вот, я так поняла, их очень просто мало, этих почек. Вот они. Вот. На следующий год было бы смородины вот столько. Ну, то есть мало. А ее и так будет мало. Вот, сейчас я только что видела черную-черную дрищу. Вот. Сейчас. Если я смогу телефон туда. Вот. Кажется, она. Да. Вот, смотрите. Ага. Все. Этот куст не даст ничего хорошего. Вот эта веточка была хорошая. Вот она беленькая, хорошая. Ну, короче, вот такая история. Если эта стекляница здесь поселилась, то ягоды не ждите. Вот, хороший срез был. Вот хороший срез. Вот. Хороший, здоровый срез здоровой ветки. Но они здесь молоденькие. Вот эти вот веточки молоденькие. Вот они. Я не знаю первогодки. Не знаю, короче. Я не специалист по черным смородинам. Вот. Нарезала. Вы знаете, я их больше нарезала, чем своих роз. Конечно. Розы я отнесла уже. А вот это вот кто понесет? Ну, наверное, не я. Вот. Еще осталось здесь. Сейчас покажу. Слива здесь. Сейчас, сейчас. Слива. Здесь вот все было сливой, занято все. Это я соседу сказала. Оставьте. Посмотрим, что за будет. Что за ягода будет. Вот смотрите. Она еще. Ну, ее, естественно, нужно обрабатывать. Слива беспордонная. Сразу говорю. Вот. Блин, у меня комары доедают. Вот. Ну, естественно, мы будем ее сносить. Она здесь не нужна. Вот. Смотрите. Угу. Но она невкусная. Вот. Здесь бабушка, когда вот эту сливу как-то разводила, сажала, она не знала, что нужно каждую косточку, которая упала, нужно поднимать с земли, иначе она прорастает. Это вот такая слива. Представляете? Хорошая слива, она не прорастет вам. А вот эта вот, вот, у меня комары съедают. Вот. Вот это вот такая вот слива. Так что она еще не спелая. Ну, я знаю, что это за слива. Она чистая, невкусная. Так себе. Так что вот так. Вот. Ладно, пойду немножко подтягивать то, что нарезала. Вот. Нарезала. Тимать мучу ее. А, я про что хочу сказать. Здесь вот эта вот, вот эта площадь, вот эта вся, где сейчас перцы, помидоры, огурцы, здесь все было занято этой сливой. Она росла до такой степени хаотично. Ну, нанимали рабочих мы, и все это вырезали, выручали. Вырубали, выкорчевывали. Так что вот так вот. Здесь никто никогда ничем не занимался. Это вот тут уже мы делали вот эти вот деревняшки, чтобы кусты держались. Хотя бы вот так, хотя бы не распадались. Вот, ладно, пошла выносить потихоньку. Вот, вот сколько нарезала я. Это не пчелка. Это шмелек, кажется. Или полосатый мох. Не знаю, плохо видно, потому что руки кверху держу поднятые. Устала, сил больше нет. Все сделала, не все, ну, не знаю, трудно сказать. Потому что все в огороде не сделаете вы никогда. Вот прям, чтобы вы прям все сделала. Вау! Никогда не сделаете. Так, пролила капитально. Пролила все хорошо, замечательно. Вот, клематис уже отцветает. Естественно, его никто не будет обрезать семена, чтобы он еще расцвел. Но будут единичные, такие. Ё-моё! Чуть не утонула, а! Смотрите, Люда проливала и пошла резать. Сейчас там, наверное, весь колодец полный. Так, ладно, пришла показать. Вот они, гризантемы. Высокие какие. Ё-моё, я сейчас утону. Вот, короче, все, что могла, все обрезала. Все, что видела, все обрезала. Не пролила клематисы. Но вы знаете, вот эта лужа, которая стоит, вот. Она реально стоит. Вода стоит. Никуда не уходит, не шевелится. Вот она. Вот, пошла, пошла, пошла. Я думаю, что она дойдет до клематиса. Вот. Так что, не перелила, значит, не перелила. Мне уже позвонили, собирайся. Я пошла потихонечку собираться. Что хочу сказать по поводу роз. Девочки, если у вас есть такая возможность, не заводить этих королев сада, реально королева сада, она требует к себе очень большого внимания. Не просто внимания, а очень большого. Вот. Заводите лучше какие-нибудь, я не знаю, малоуходные цветы, которые не требуют такого внимания, как розы. Сейчас кали-магнезию рассыпала уже, скажете, ох, Люда, рано-рано. Ну и что? Пока у меня, еще раз повторюсь, пока у меня есть силы, я ее рассыпала. Кстати, именно рассыпала под кустик. И когда будете использовать кали-магнезию, и когда будете использовать кали-магнезию, девчонки, читайте, наоборот, на стороне руководство по употреблению кали-магнезии, что это удобрение пролонгированного действия, то есть медленного действия, по чуть-чуть розочка кушает, а не то, что размешивают кипятком, настаивают, заваривают, а в день по три раза мешать, чтобы она... Нет там такого. Нет. Поэтому читайте все, что сзади написано. Я вообще-то, когда что-то покупаю, вот так вот же, я читаю. А тут кали-магнезии просто у меня нет сил. Понимаете? Я всегда надеялась на то, что, ну, допустим, те, кто разводит ее кипятком, там, настаивают, ну, думаю, наверное, у них вот такие шикарные розы, а у меня какие-то задохлики, наверное, из-за того, что я ее не настаиваю, и я ее не развожу, и, как говорится, не поливаю, потому что у меня сил нет. Извините, ведра таскать. Это что, легко, что ли, по всему огороду бегать с ведрами? Я с Актары здесь бегала этим летом. Да ну нафиг. Нет. И слава богу, что кали-магнезию ничего не нужно разводить, а под кустик, в таком виде, как она есть, под кустик, вот сколько там, спичечный коробок, допустим, сколько там грамм в спичечном коробке, как все говорят, мерные вот эти дозы, должны быть или ложка, столовая, да, чуть чайная не лякнула. Устала все, мозги сплавились, 30 градусов, наверное, солнце сегодня. Или столовая ложка, или спичечный коробок. Я беру жменьку вот так вот и бросила. Если я туда бросила немного больше, чем нужно, ну пусть меня розочка моя простит. Вот. Я не думаю, что ей будет очень сильно плохо от этого, тем более она медленно растворяется, кали-магнезия, очень медленно. Сегодня обрезала вот это вот, не знаю, как называется, и пока обрезала, зашевелила вот этими, вот этими цветами. Как полезли опять улитки и слизни, то есть не улитки, а слизни, как они полезли. Здоровые такие, уже откормленные, собаки злые. Так что вот так вот, все. Ай, какая у меня красивая, посмотрите. Лобелия. Ничего не пикировала. Ну, знаете, вот попробуйте попикировать лобелью. Когда она маленькая. Я прям вот как сею ее, так вот с горшком уместь, ну как, в чем я сею? Переворачиваю сюда, раз-раз земелькой вот так вот подгребала, подгребла, подгребла, все очень ей хорошо. Посмотрите, какая красота. Все-таки удивительный голубой цвет. А голубой с белым еще удивительней. Какая красота. И питуньки мои тоже. Мои питунечки, мои питунечки, палками которые. Вот, кустами я даже не буду пробовать больше сажать, которые там пустятся. Они у меня растут около пятиэтажного дома. Ну и нет, конечно. Вот эти самые классные, высокие, видно. Никто их не жрет по какой-то причине. Я не знаю, почему их не жрет в слизне. Вот, и газание я хочу. Я сегодня заходила к Ларисе в Апрелевке. Она говорит, гацанье. Я говорю, нет, газание. Так как я услышала, вот закрывается уже, видите, красиво. Я говорю, как я услышала первый раз. Ну, когда я увидела ее, была так удивлена. Покупала я ее в питомнике у нас в Головеньках. Ну вот на Рафаминске прям рядом-рядом. Вот, и я там услышала, газание. Я не буду говорить гацание. Мне нравится газание. И переделать меня, переучить меня бесполезно. Посмотрите, какая красота. Всем девочкам хочу сказать огромнейшее-огромнейшее спасибо за то, что мне пишете, за то, что рассказываете про свои растюшки. Мне очень интересно. Я читаю с интересом. Вечером, когда уже уставшая, заканчиваю свою работу, всю основную по дому. Я сейчас начала закрывать, мариновать помидоры. Помидоры я делаю все без кожуры, без кожицы. Вот, я всегда снимаю кожицу. Поверьте, возни очень много с ними. Потом лечо я буду делать тоже без кожицы. И без уксуса я все делаю для того, чтобы... Ну, в суп открываю банку, спассировала. И зимой в суп всегда я ложу вот эти, именно эти помидоры. Конечно, можно купить свежие, да, но когда под руками баночка хороших помидор, почему бы не открыть, не спассировать ее и не положить в суп. Ну, посмотрите, и пчелка, и бабочка сидят за одним столом и кушают, и не ругаются, и всем все хватает. Так что вот, был бы человек такой, чтобы ему вот есть покушать сегодня, и слава богу, посмотрите, целых три штуки. Где они здесь, у кого эти пчелки, я не знаю. Кто-то их держит, наверное. Вот, так вот. Всем-всем спасибо, девчонки. Я очень благодарна за то, что вы мне пишете, рассказываете, за то, что советы даете. Очень приятно, когда вот о своих растюшечках рассказываете. Вот, когда что-то мне подсказываете, я же не могу знать, извините меня, все. Тем более я вообще ничего не знаю. Правильно? Хорошо, что выучила, как называется вот этот цветок обалденный. Эхиноцея. Какую же я сегодня у Ларисы купила. Боже мой! Почему-то я так люблю вот эти эхиноцеи. Знаете, почему люблю? Потому что они не требуют особого внимания к себе. Вот, если давай им весной покушать что-нибудь с Ипанова, и хорошо. Ну, на протяжении лета, если там засуха, да, это лето было прекрасным на дожди. Вот, щедрым на дожди. Ну, пролила вы его, пролили, и слава богу, как говорится, очень хорошее растение, очень красивое. Мало того, что это лекарственное растение. Вот, помогает усиливать иммунитет наш. Да. Вот, посмотрите, почитайте. Эхиноцея. Что за лекарственное растение. Мало того, что оно красивое какое, так оно еще вот такое вот очень полезное. Ладно, пойду я переодеваться потихоньку, потому что Саша со мной сейчас заедет, скажет, ну, я тебе когда звонила, ты до сих пор еще ходишь тут, пиаришься. Это он называет пиариться. Ну, нравится ему так говорить. Так что так вот все, на этом заканчиваю. Всем-всем, девчоночки, спасибо. Всем вам добра, всем мира, всем здоровья, всем счастья, всем ясного неба над головой. Пусть у вас всегда все будет хорошо. Еще раз всем-всем привет. Сегодня у нас снова очень солнечный день. 29 градусов по Москве передали, не знаю. Но на солнце, естественно, будет намного больше. Так, что же я хочу показать вам? Кофеиночка, вот там вот у нас лес-лес, лесной, так сказать. Хочу показать, я не знаю, смогу я снять или нет. Дело в том, что снимать рецепты, я имею в виду кулинарные, я не специалист, естественно, но я хочу показать, как я закрываю, консервирую томаты в собственном соку без уксуса. Только присутствует у меня соль и сахар. Все. Первым делом приготовьтесь, подготовьтесь, все, что вам понадобится. Да, я только лавровый лист ложу, только лавровый лист. Все, никаких перцев, никаких специй, никаких укропов, вообще ничего. Вот, в основном я использую вот такие закаточные, вот такие вот крышки. И девочки, еще хочу сказать. Это закаточная машинка, мне кажется, из Белоруссии, да. Никогда не забуду, это было лет 20 тому назад, это было очень-очень-очень давно. Стоял на станции мальчик, то ли Василий, то ли Валера, то ли еще как-то, я не помню, то ли вообще там буква В была. И вот он мне просил, купите, хозяйка, купите у меня эту машинку, вы будете меня всю жизнь вспоминать. Я реально его вспоминаю всю жизнь. Я так жалею, что я две не взяла. Это экспериментальный завод. Ну, правда, до такой степени она шикарная. Она сама закручивает, сама раскручивает на банке. То есть вам не нужно вообще никаких действий совершать. Вот, на 12 оборотов она у меня крутит. Вот если есть вот такая машинка у кого-то, если есть в Белоруссии девчонки, которые живут, я была бы рада купить такую раз, еще раз такую машинку. Вот, вот так вот, вот, правильно. Будет, но дело в том, что она, когда вы закручиваете, она вот эта штучка тоже крутится. Вот, вещь вообще на все времена бесподобная. Вот, да, я бы такую купила, тем более из Белоруссии можно, ну, пересылать посылки. Вот, и взяла бы я даже не одну. Я бы подарила всем своим девчонкам, всем знакомым. Это вещь бесподобная. Вот, ладно, поехали. Значит, соль и сахар. Ну, соль и сахар я не буду показывать, у меня здесь сахарница стоит. Так, значит, первым делом помойте все банки. Все. То есть, они у меня мытые. Они у меня были упакованные газеткой, завернутые, но они где-то лежали целый год. Да. Ну, год или полгода, неважно, когда я их там вскрывала. Вот, да, лаврушку подготовьте обязательно. Я уже показала. Это у меня просто старые банки из-под лаврушки. Простерилизуйте их. Можете их просто помыть и высушить. Ну, я не знаю, у хозяйки все разные, у всех все по-разному. Подготовьте перчатки вот такие вот. Для чего перчатки? Вот сейчас я буду банки снимать. Я что, голыми руками, что ли, буду брать? Конечно, нет. И вот такие перчатки я тоже. Ну, кому как удобно. Кто-то использует просто тряпочки. Простерилизуйте обязательно банку. Обязательно. Это, как говорится, самые-самые первые условия стерилизации. Для того, чтобы они не взрывались. Все, остальное я буду показывать. Господи, это же так тяжело снимать и работать. Поверьте мне, очень тяжело. Вот, еще раз напомню, не всем это подходит, этот рецепт, так как в нем нет уксуса. Нет вообще. Но сами по себе помидоры в собственном соку. Вы знаете, какой кислый сок от помидор? Вау! Вообще. Вот, соль и сахар. Буду работать только соль и сахар. Все, стерилизую банки. Потом буду подготавливать помидоры. А, да, забыла. Приготовьте посуду. Вот. Для чего же нужна посуда? Когда вы будете доставать из кипятка свои помидоры, вот, вы будете наливать и запрасывать их в очень-очень холодную воду, которая будет литься в окраске из-под крана. Кстати, ни в коем разе не используйте горячую воду из-под крана. Ни при каких условиях. Вообще. Капелька попадет, ваша банка взорвет. Вот. Приготовьте. Приготовьте посуду, какая у вас есть. Вокрываем всякие вот эти вот порционные тарелки. И даже можете вот такое ведро приготовить. Вот. Оно вам может пригодиться для того, чтобы туда кожицу выбрасывать. И чтобы вам было все это под руками. Чтобы вам было это все очень удобно. Чтобы вы не бегали там, допустим, куда-нибудь кладовку или еще куда-нибудь. О, я забыла это. О, я забыл это. Нет. Перед началом всей работы у вас должно быть все подготовлено. Прям вот. Все должно быть прям под руками, под руками. Так. Ну что ж. Люда начинает работать. Помыла. Такие красивые, красненькие. В холодной воде я мою. Почему? Не знаю. Горячий не хочу. Вот. Помыла помидорки и подготовила их для того, чтобы опускать в кипяток. Вот. Как же я их готовлю? Вырезаю плодоножки. Вот она плодоножка. Которые мы постоянно почему-то называем попками. Хоть в принципе это не попка. Это ротик у них. Потому что именно через плодоножку они питаются от кустика. Берут все полезное и все, что им нужно. И вот вырастает такой красивый красный помидор. Короче, вырезаю плодоножку. Делаю крестик вот так вот. Видите? Не до конца. Вот. Делаю такой х-крестик, как хотите называйте. Вот. Только да, не до конца, не до середины. Прям вот так вот томата. А сверху прям просто, чтобы было отрезано. Можно, можете разрезать ножом, который у вас есть, острый-острый. Или же канцелярским. Знаете, канцелярские ножи такие. Они супер острые. Только будьте с ними осторожны. Теперь, значит, беру вот такой вот сито, через который мы... Ну, все, что угодно я делаю этим сито. У меня для него очень много предназначений. Вот. Набираю целую вот такую вот сито томатов. И опускаю их в кипяток. Вот. Здесь у меня постелены вот эти вот, которые желтые такие. Впитывают в себя воду, салфетки. Очень они удобные. Очень быстро пачкаются от помидора, от вишни, от всего. Но они очень удобные. Но служат не очень долго. Вот так что, вот такие дела. Значит, сколько же, спросите, они у меня кипят. Вот. На всю катушку сделала газ. Вот. Кипят они не особо долго у меня. Может быть, полминуты, может быть, минуту. Я никогда ни на чем не заостряю внимание, я имею в виду на времени. Вот. Нет у меня секундомера, который показывал бы мне, сколько нужно кипятить вот эти томаты, чтобы шкурка слезла, чтобы кожица, ладно. Ой, культурно скажу, чтобы кожица слезла тьми. Ну вот, может быть, чтобы закипели. Может быть. Хоть в принципе, я не знаю, несколько секунд этого достаточно иногда бывает. Почему иногда? Потому что очень часто, даже зимой, я снимаю кожицу из томатов. Как бы мне нельзя с кожицей кушать. И никому, я думаю, что нельзя. Потому что очень острая у них вот кожура. Очень-очень. Это не те томаты, которые были, не знаю, 40-50 лет назад. Которые мы приходили на грядку, вытерла об штанину. Если, допустим, дождиком даже, ну, песочком, дождиком там запачкался помидор, вытерла об штанину и съела. И ничего там не было. Никакого расстройства желудка, ничего. Попробуйте сейчас непомытый фрукт или овощ съесть. Ой, сказала слово овощи, исполнила, что нужно было свеклу нарвать в огороде. Ну, вот так вот. Так что вот такие дела. Забыла, короче, забыла ее. Резала вчера. Подрезала смородину. Очень много вырезала. Этой стекляницы очень много на смородине. Так что смородину, я думаю, нужно сажать. Хоть говорят, что куст может расти до 70 лет. Смородина черная, да. Вот, теперь, значит, вот так вот я в холодную-холодную воду опускаю. Ну, эти помидоры я просто хочу посмотреть. Я не могу, мне нужно две руки. Сейчас остановлюсь. Вот, они очень-очень хорошо обдираются. Ну, не могу я так. Вот, смотрите, очень хорошо. Прям в легкую. Когда у вас две руки свободны. Вот, вы берете их, достаете. Иногда они даже еще горяченькие бывают, которые вот здесь вот плавают. Да, ну, ничего страшного. Я думаю, любая хозяйка привыкает к горячей воде. Вот, смотрите, как они чистятся. Вот, после того, как я их почищу, я их все складывать буду в одну тарелку, в одну посудину. Да, кстати, я забыла сказать, для сока, для сока, ну, томаты в собственном соку, я выбираю крупные томаты. Которые помельче, я их буду целиком ложить, естественно, потому что томаты в собственном соку. Ручками, ручками, пальчиками из семенных пазухов я выдавливаю вот семечки, видите. Потом погружным блендером я их буду разбивать, делать из них сок, из этих томатов. Значит, вот эти семечки, которые у меня вот здесь, я вложу их все в сито. И у меня крошка, я уже где-то говорила или где-то показывала, у меня крошка такая металлическая. И вот эта крошка металлическая, я вот так вот их все протираю. Кстати, я точно так же протираю черную смородину, ни одной косточки не остается. Ни одной, когда джем делаю. Вот, джем такой получается вкусный, невероятный. Вот, все протрется и останется здесь только сок. Вот, видите. Но сок я отдельно все равно, закрываю просто сок в литровую банку. А вот эти вот перерабатываю, все равно, видите, вот, все равно будут семечки где-то 2-10, ничего страшного. Но их не будет такое количество, как если бы вы не, ну как это, оттуда не удалили семечки. Вот, будет некрасиво и будет не тот эффект. Как вы скажете, так у маленьких помидорчиках есть семечки? Да, есть, но зато будет смотреться очень красиво и очень-очень даже съедобно. Так что вот удаляю семечки и протираю сок. Так, кастрюля пятилитровая. Где-то здесь сока томатного, ну, два с половиной, может быть, два шестьсот, может быть, два семьсот. И вот столько помидор. Помидоры могут все не поместиться. Но я их буду опускать так, чтобы они были все прикрыты, как бы, или на уровне этого сока, или же были бы прикрыты. Проварю их. Вот точно так же где-то, как я варю лечо. Лечо я варю ровно пять минут. Вот, потому что сок мы, ну, провариваем, чтобы он с солью соединился. Вот, как говорит Юлька Высоцкая, чтобы они поженились. Вот, соль и сахар. Соли где-то ложу я две с половиной ложки, вот так вот. И сахару, ну, ложку, вот где-то вот так вот, вот такую ложку столовую. Чтобы чуть-чуть вот так солоновато было. Понимаете, не то, чтобы было прям вот в пору, как вам нравится, да, а чтобы было чуть-чуть солоновато. Сейчас я загружу помидоры, потому что одной рукой вот так вот это все. Конечно, можно бы было выкинуть, сейчас поднять вот так вот и все выкинуть. Естественно, вся кухня будет в томатном соке. Так, ну что ж, помидорки я все погрузила в сок. Еще раз напомню, где-то вот на литр ложка, столовая ложка соли и где-то чуть меньше сахара. Но вы можете найти этот рецепт в Ютубе. Их море этих рецептов. Там все расписано. Там граммы, литры. У меня не кулинарный канал. И я не такой вот человек, который прям вот вам рассказывает. Нет, я просто показываю, как я делаю. Зачем я это делаю? Зачем показываю? Ну вот, захотелось мне показать. Мало ли, может быть, есть у кого-то тоже проблемы. Ну вот так вот мне нельзя кушать помидоры. Мне вообще их нельзя кушать. Вот, со шкуркой. Потому что она режет желудок. Не знаю, какие-то там проблемы, короче. Вот. И вот, видите, сок. Тут нет ни одной шкурочки. Помидорки тоже все чищенные. Эти помидоры вы можете давать даже маленьким деткам. Совсем маленьким. Потому что здесь нет уксуса. Да, кстати, хотела сказать. Не вздумайте ложить какие-нибудь там аспирины. Я знаю, что с таблетками люди делают. Я не знаю точно, с какой таблеткой, но, кажется, делают с таблетками. Это как? Вы что, с ума сошли? Извините, как это можно с таблетками делать? Это же таблетка, как бы то ни было. Это таблетка. Здесь кислоты. Вы себе не представляете, сколько. Вот когда сделаете, допустим. Ну, кто делает? Ну, 100% кто-то делает такие помидоры. Да даже 1000%. Вот. Вы попробуйте сок, когда сделаете его. Когда вот блендером разобьете все помидорочки. Вы попробуйте сок, какой он кислый. Там кислоты море. Вот. Баночку я уже подготовила. То есть, как я подготовила. Вот я говорила, я уже вот. Я ложу только лаврушку. Просто лаврушечка очень маленькая, я положила две. Лаврушка никогда ничем вам не помешает. Вот. Я потом беру вот эту банку, потому что вы же будете наливать кипяток. Понимаете? Я беру эту банку. Сейчас покажу, как я уже приготовилась. Ну, это я сейчас еще сниму, потому что вариться будет вот так вот. Видно? Видно вот так вот. 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 И еще тряпочку. Еще на эту перчатку я ложу еще тряпочку. Вот. Не важно. Не важно, какую тряпочку, потому что это кипяток. Эта перчатка вас может не спасти. Если вы вдруг случайно, вот, опрыскаете, ляпните, вот эту сторону не одевайте, потому что там шипы, и сразу быстро-быстро, ну, как это, к пальцу у вас этот кипяток, ну, ошпаритесь, короче, вот. Что-то умничаю, умничаю. Значит, делайте это на кухне. Значит, делайте это на кухне. Если что, вы вдруг ошпарились, у вас рядом вода, быстро включаем холодную воду и быстро подкипят. Уфу, под холодную воду, короче, вот так вот. Так что вот, прокипячу где-то минут пять. Вот, пусть поварится минут пять, только не на большом огне. Не-не-не-не-не. Вот, ложку такую я покупала, вот такую вот, метра. Там еще есть в бок ложка продавалась, не знаю, сейчас есть они или нет, но я думаю, что есть. Так что вот так вот. И ложкой этой очень удобно накладывать в банку. Вот так вот. Так что, ну, как бы, всем приятного аппетита.